30 мая 2013 год мы остановились недалеко от трассы на завтрак слава не доезжая крутинки не доезжая крутинки подсказывает брат наш брат николай повернись к брат осматривает машину залезть посмотри на проволочки уже привязывать начинаем вон она трасса поют птицы слава богу за все хорошо мы ночевали господь нас хранил и собираемся на завтрак наш брат ураган ночь прошла благополучно прошли тысячу километров мы сегодня даже побольше вот перебираем морковка тут портится перебрать утром начинаем просторки с собой у нас слитая вода сухари намерение у нас в этом году проехать дальше прошлогоднего ураган не мешайся тут думаем проехать сейчас на украину может быть и близлежащие то и пройти за границу наш шенгенская виза открыта но как пропустят на такой машине один бог знает но если все благополучно и пропустят значит идем до португалии трудности с англией а дальше на скандинавию прибалтика и к южным республикам и чечня а потом по стране у нас встречи с людьми везем в подарок книги ну вот простое такое ночевали благополучно если там трассу видать так не посадить давай все я тру морковку которая больше попала комара потому что комар кровопийцы прилип уже да уже комары едят николай отдавал чем они были покажи где это здесь вот это сквятая вода это сегодня у нас 30 мая 2013 года вот наше намерение такие а как бог благословит мы сейчас должны дойти до ростовской области недель кому там еще познакомиться с людьми а 10 июня мы должны пересечь границу на румынии как угодно вчера я картошку лишь напек а тот каша и собаки нам два термоса морковку нас всего полно изобильна даже сметать люба минаева от ее гусей дала вода сливки так просто это определенное место для морковка для зрения нужно что здесь николай перейдите больше еще на трассе хоть одну машину показать как она я показал несколько раз сегодня у нас щитверк доехали до тюменской области божьей помощью брат делает снимки вот мы едем сейчас по трассе мы проехали курган сейчас впереди у нас даже бы челябинск ну едем мы трое николай кручина свете сашинка за рулем меняются а я за на заднем сиденье вот с ураганом вот я только начинаю вот так становлюсь когда вот он замок еще гулять только я начинаю так он увидал что я стою как он начинает визжать но невозможно ничем его не уговоришь то есть он боится один оставься что я его не возьму с собой вот он увидит что уже но он-то думает что я ухожу а его не возьму гулять он сильно этого боится и тогда вяжет крещет воет и все говорят ну хоть маленько как-то успокой его но я его успокаиваю вот так вот сейчас смотрите хватаем идти со мной тогда я никуда не иду вот так фуражку положил и ложусь теперь я лег вот на это на внешний диван вот я лег уже все ну ладно подожди ну что я лег все я лег все никуда не иду а подожди пола потом два не подожди ну что ну что я не иду что ты он испортил все как деревни он испортил все как деревни а обычно как я только лягу так он ничего ни слова не говорил что надо может раздодорился как я два раза вставал и я не понял что я обманываю его ну ладно ладно и лес вот обычно как только я лег это единственное средство чтобы он перестал орать но если я выхожу на улицу его надо взять он с ума сходит орет не могу отстегнуть он тут привязан у меня но как только я за собой дверку закрыл он понял его уже не взяли орать не полезно он сразу перестал и лег вот он ложится вот фитрый какой он сереже бухтова он ему как хозяин недавно он в каких-то сибирских соревнованиях занял первое место позначит на карауль кажется он 28 марта 10 года родился четвертый год пошел я люблю вот это восточноевропейская овчарка немецкая овчарка чудесные вкусы красавец какие ушки но то это и в